привет народ как вы понимаете мы сезон не закрыли но в этот раз точно последний потому что приехали мы менять шины ну мама поехала менять шины прошлый раз что-то там не сложилась то ли большая очередь была в общем она не стала ждать вот и в этот раз значит она сейчас уже уехала моя задача сейчас потопить как видите вагончики дым идет так что там я затопила сейчас буду в доме топить чтобы потопить полностью дом и ночью не нужно было подкладывать дрова вот но постараться то есть положить березовое что-то чтобы было потеплее вот и я с микрофоном и хочу сказать что прикрепить его не смогла потому что он уже сломался вот вот вам китайский микрофон и кстати по качеству звука в принципе я разницы не вижу что я с микрофоном снимаю что без микрофона единственное что когда сильный ветер он не заглушает звук а получается как шум на фоне если без микрофона то ветер заглушает звук практически слов иногда даже не слышно вот в общем что хотела вам показать сейчас скроюсь за кадр и расскажу вам кое-какие моменты и так у нас еще кое-где лежит снег как вы можете наблюдать тут вот но он уже почти растаял теплее становится сейчас мы приехали было четыре градуса тут вот на пинке снежок какие у нас планы сейчас быстренько расскажу но осталось буквально по мелочи вот видите синюю бочку к сожалению так держу микрофон не могу вам ничего показывать на экране поэтому буду максимально рассказывать вот синюю бочку видите в нее труба входит сейчас дойдем там образовался лед то есть соответственно было морозно минус точно был ночью на неделе так момент вот видите ну вот им чтобы в дальнейшем труба вот так вот не примерзла и не тащила вниз всю конструкцию то ее нужно снять то есть там вот вверху винтики ее нужно открутить снять и в общем все в таком духе значит это достаточно быстро потом в прошлый раз я покрасила дверь и стену вокруг двери это все один слой так как температура ниже 5 градусов если будет сегодня там хотя бы 8 я покрою все вторым слоем но пока что останется так поскольку поскольку вторым слоем можно крыть только при температуре выше пяти градусов вот поэтому пока что будет так что-то я сейчас заметила что крыльцо покосилось налево что-то как-то очень прям сильно ну ладно это все равно задача следующего года вот и потолок если успеем но если будет температура выше пяти градусов и если будет вообще желание и возможность то потолок будет краситься краска называется сливки она такая же как и вот это вот и золотистый дуб и вот винная они такие полупрозрачные то есть структуру дерева не теряется но при этом будет будет такой как бы покрытие полупрозрачное белое вот такой в общем это из того что сейчас быстренько значит убрать весь инвентарь который находится на улице убрать в сарай из того что еще такое быстренькое сделать распорки на грядках я вам говорил на моих трех грядках там одна прям очень сильно ее расперла и надо поставить распорки чтобы она не треснула зимой вообще в конец так ну в общем то тоже по мелочи буквально вот у нас там вот эти бочки надо убрать потому что если будет много снега они просто треснут в таком виде валяться вот тут у нас тоже разгром такой вот в пакетах лежит хлеб просрочно заплеснело его нужно намочить положить под пиа пионы так что-то еще по мелочи по мелочи может быть по возможности как-то загородить окошко в сарае изнутри у нас там лежат жалюзи может быть хотя бы временно их как-то прицепить чтобы не смотрел никто внутрь и будет защищенное здание то есть там охотники всякие прочее вот ведра убрать тоже в сарай вот там как вы видите мы в прошлый раз разобрали все какие-то бочки которые с золой там с каким-то навозами если они не протекают мы их убрали в заранее вот накрыть еще вон на кучу снег видите лежит белый в общем накрыть еще кучу сверху полиэтиленом или чем-то таким в общем укрыть и положить что-то тяжеленько чтобы цене улетела так и сейчас быстренько добегу видите вон снегу сколько лежит а сейчас не думал так много снегу будет вот про что я говорила вот про эти грядки в принципе всех помните вот эти вот это одна она еще более-менее мне прям ну как-то она вот хорошо ее не разносит а вот эти правая дальняя ее прям расперло и ну левая тоже ничего нормальная а правая вот конец конец прям разнесло и вот между ними нужно поставить распорки чтобы это боковая стенка она не треснула потому что если треснет все переделывать мне и так все переделывать но это же такой вопрос 3 и у меня тут еще повторная редиска растет давайте посмотрим сможет что-то выросло прикольное смотрите какая красотень принципе и все можно выдрать потому что она уже вон сосульки какие-то ее надо как-то называется прореживать но я этой ерундой не занимаюсь я просто сею и если она вырастает то вырастает не вырастает так не вырастает вон какая красотень в общем я тебе попозже сделаю так да оставлю ее тут потому что я уже помыла руки так такой звук потому что я в зубах микрофон держу помыла руки сейчас будем завтракать решила быстренько поснимать вот тут что я просто перекопала на лопату ничего не вносила никакие удобрения там вот мы посадили на всякие черенки нам дали там смородину черную какую-то крупную ягодную и красную белую не знаю в общем что ведре стоит мокрая зола ее нужно внести и просто перекопать значит вот эту среднюю грядку не стала перекопать у меня здесь петрушка укроп оставила на второй год у меня всегда укроп сам сходит вот и здесь я вас посадила морковку вам говорила в прошлый раз посеяла под зиму пробуем посмотрим что в следующем году будет вот и пойдемте обратно смотрите как пустынно и как хорошо что низкая трава и прям ну все видно где что вот тут мы кстати тоже уже побольше покопали тут вот клубнику посадили это новый сорт то что я в прошлом году говорила или в позапрошлом зимкуника это отвратительная клубника не сажайте такую она у нас заполонила все и теперь она просто как сорняк и не плодоносит и выглядит плохо вот о чем тут посадили новый сорт не помним если узнаю как называется напишу на экране и вот где травкой прикрытой снегу навалено там вдалеке малина на переднем плане тюльпаны ну и как видите начали уже здесь все разгребать потому что здесь планируется у меня парники которые я уже практически без пяти минут купила ну уже заказала и спланировала да кстати в прошлый раз мне сказала сделала торец на сарае давайте поближе подойдем посмотрим кстати сейчас уже вроде теплеет по ощущениям не холодно не так холодно как когда мы только приехали наверное может быть сейчас уже где-то градусов 7-8 есть в общем вот такой торец там снизу как сказать торец в общем вот и снизу тоже отделано и сверху и возможности сегодня надо будет хотя бы один раз пропиткой вот этой желтой золотистой пропитать и нужно еще сделать точно также сзади но сейчас покажу у нас не хватило досок вот то есть одно я прибила а нужно еще 3 сюда и 4 туда 7 штук вот так что не знаю вообще будет или нет а заделать надо потому что туда снег взлетит и все и крыша сдавится потому что она влажность да вот так вот вот такой сарайчик получается ну и по возможности я вам еще показала что нужно дырку в заборе заделать дырку мы так и не заделали сейчас я туда пройду у нас тут такой совсем сарайческий завал вот вот отсюда за туалетом да и вот ту сторону как видите половина забора отсутствует вот очень надо его сетку натянуть сетка уже собранная уже лежит подготовленная просто нужно ее натянуть и кстати у нас тут был было облепиха посажена и видите кто-то пришел и просто спилил ее провод срез и ведь видны следы что это пилой пили обсудили мы такой сорт нам дали без без шипов без колючек и крупная ягодная вот в общем какая-то зараза попортила все ну и так знаете тоже по мелочи там отключить этот самый отключить воду то есть не отключить открыть краны что вода стекла по возможности да какие-то там вот вещи убрать там что-то еще вот что осталось какие-то бочки разобрать вот белые стоят да что посмотреть что там может быть на кучу вылить разобрать эти бочки что потому что они уже все практически по лопались вот и хотела я вам показать у меня есть подписица юлечка привет тебе большой ты все время не спрашиваешь про анютины глазки вот здесь у меня представлены скажем так три сорта и сейчас схвачу зубы микрофон так вот эти мелкие называются фиалки вот эти все остальные это анютины глазки есть еще похожие на анютины глазки но у них цветы цветы более крупные еще более крупные чем то есть те которые вы видите в городе например на клумбах растут такие крупноцветковые это виола называется по сути все это анютины глазки просто это разновидность вот и вот видите как они у нас был уже минус в принципе они неплохо себя чувствуют то есть они не сказать что они там замерзли или что-то с ними такое естественное произошло нет они вполне себе нормально выглядят но я бы не сказал что замерзли то есть нормально они выглядят по сравнению с львиным зевом который замерз и вот винный зев для сравнения да что вот вы видите что замерз а вот этот анютины глазки они вполне себе живые и что хотела показать на этих наверное не на чем показывать тут довольно много живых побегов так сейчас посмотрим нет тут наверное не на чем показывать сейчас перейду на другую клумбочку пойдем все вместе быстренько а тут уже все замерзло так ну вот видите это тоже анютин глазик один остался цветет это посевы двухлетней давности и вы видите что так сейчас как бы микрофон взять удобно поговорить с вами у меня слышно было и видно сейчас момент итак друзья вот это посевы двухлетней давности я сажал их рассады но в принципе особого аризона в этом нету как вы видите по предыдущей клумбе можно сеять его открытый грунт течение лета вот эти вот ростки это тоже анютины глазки но здесь видите я уже не хочу как бы траву вырывать потому что все это так выглядит как уже вот готовится на зимовку немножко раскопаю да покажу вам принцип если старые ветки и они уже вот видите такое полотно образовали защитное чтобы корни не перемерзли так что мы делаем с посевами анютиных глазок двухлетней давности до сроком два года то есть чтобы у нас они росли на третий год вот видите как бы вот эта ветка старая получается побег старый а наверху новые прирост мы делаем ямку земли и туда этот побег заворачиваем кладем оставляет только молодой прирост и засыпаем землей вот это можно делать не только сейчас осенью но можно делать и весной и летом то есть на протяжении всего года вот вы видите что побег отрос до вы раскапываете ямку преклоняете его туда засыпаете землей оставляя только зеленую вот эту часть над поверхностью земли и все принципе можно вот сейчас сделать если земля еще более-менее у нас не промерзшая земля нормальная если у вас промерзшие то оставьте до весны вот как есть весной разгребите старую вот эту вот уберите старые сухие гнилые вот эти ветки и пригните побеги к земле присыпьте землей и она у вас будет вести еще пышнее ну и соответственно микроудобрения комплексные и все у вас будет замечательно вот мы в принципе каждый год виолу не выкапываем тянете на глазки виолу фиалки лесные мы их не выкапываем то есть эта фиалка нормально еще есть лесная я ее выкопала в этом году она мне надоела она разрослась у нее цветов стало меньше больше ботвы вот в общем что хотел сказать мы их не выкапываем вообще то есть они вот сидят у нас много лет на одном месте и вот просто допустим первый год они растут второй год они уже более такие взрослые крепчают и соответственно после второго года нужно их прикапывать потому что побеги вытягиваются становятся более старыми и нужно как бы обновлять растения вот выкапывать их не обязательно потому что побег который вы прыгнете к земле прикопаете он даст корешки и пойдет в рост а старый корень он со временем отомрет и ну как бы сгниет то есть у побега будут свои корешки если там несколько побегов то вы каждый пригибаете у каждого образуются свои корешки основной корень он отмирает вот такой процесс в общем так что вот так вот они у нас тут вот я посеяла тут будет такая клумба ну следующий год посмотрим как они будут себя вести если вытянутся я тогда наглядно покажу осенью как мы это делаем как прикапываем но думаю что принципе и сейчас было понятно но на всякий случай да посмотрим еще к там я покажу как они себя поведут вот они разрастутся или не разрастутся как это все будет выглядеть вытянуться не вытянутся в общем вот так вот и смотрите мое гасание все-таки замерзла или не знаю не замерзла засохла но здесь есть второй бутончик может быть он распустится кстати потому что они морозоустойчивые вот и кстати у китайской гвоздики у нее такой же принцип как у виолы то есть вот видите свежие побеги принцип точно такой же отрастает побег вы его преклоняете к земле засыпаете оставляя только свежий побег над поверхностью земли ветку эту которая вытянулась прикапываете вот тоже гвоздика вот и она вот уже видите вот эти кучки это вот молодые они уже это повторный третий раз четвертый раз прикопанные побеги то есть она у нас на одном месте постоянно если хотите поменять дислокацию до пересадить на другое место принцип тот же вы можете просто длинные побеги выкопать все вместе да и вот мы делали это где-то наверное недели ну недели три назад вот вот там где-то мамка пола короче и выкопала куст вот моего прикопали и побеги склонили вот взрослые побеги склонили а молодые видите они еще вытянулись то есть это нужно еще прикапывать видите вот старый побег сухой и наверху молодой то есть это нужно прикапывать просто вот так вот в землю убираете и сверху прикрываете землей и веснаю у этого победа будут свои корни вот думаю что в принципе понятно принцип понятен то есть старые побеги нужно прикапывать вот ну что друзья побежали до делала дела пить горячий чай завтракать и надо все быстренько доделать фактически мы в этот раз только переночуем и утром ну не прям утром то есть по мере возможности по мере сделанных дел да вроде как их немного но в то же время не хочется прям торопиться вот но поедем мы где-то наверное в районе обеда засиживаться не будем народу вообще нету из нашего поселка наверное три дома только приехали вот ну и сторожа как обычно вот так вот мой классный домик золотистый все наверное на этом закончим это очень много информации получилось подписывайтесь кто не подписан скоро да я сейчас вам показывал грязный палец грязные руки да показал потому что копала земля скоро конкурс будет я все никак просто нет времени снять это видео у нас нас с вами уже 500 и спасибо вам огромное подписывайтесь смотрите комментируйте участвуйте и скоро скоро я сниму видео с конкурсом ну ближайшее время просто вообще некогда вот и скоро у нас стартует своими конкурс так что участвуйте там очень хорошие призы и конкурс будет интересный то есть я как-то не хочу просто чтобы за подписку боролись нет будет интересный конкурс так что скоро скоро подписывайтесь ставьте пальчики вверх оставляйте комментарии нажимайте на колокольчик и с вами скоро увидимся пока пока